Добрый день, попозже. Федеральные центры, которые подчиняются Минздраву, либо центры, которые подчиняются Миноборнауке и Российской Академии наук РНЦХ им. Петровского, также и центры, которые подчиняются Федеральному медико-билогическому агентству. Уважаемые коллеги, реалия оказания специализированной помощи в крупных федеральных центрах все-таки показывает и демонстрирует большой спектр проблем, которые сказываются на правовых аспектах получения медицинской помощи нашими пациентами. В принципе, доклад готовился именно не только с точки зрения проблем медицинских, но и проблем правовых в отношении доступности медицинской помощи нашим пациентам. Я постараюсь очень быстро пройтись по основным вопросам. Первая проблема, с которой очень часто сталкиваются наши пациенты, да и мы сами, как руководители крупных федеральных центров, это проблема при оказании высокотехнологичной медицинской аналогической помощи. Значит, о чем хочется сразу сказать, что по программе госгарантии, особенно в аспекте оказания высокотехнологичной медицинской помощи, работает огромное количество медицинских организаций. По каким принципам происходит распределение квот, хотя мы знаем по сообщениям в средствах массовой информации, по телевидению, что квоты, которые выделяются, федеральные квоты, они ежегодно растут. Но как распределяются эти квоты между федеральными, областными, областными, так сказать, медицинскими учреждениями, частными медицинскими учреждениями, никто из нас не знает. Как бы все мы заинтересованы в увеличении объемов выполняемых, закрываемых нами квот. Мы каждый год ставим сверхзадачи перед нашими подчиненными, лечить как можно больше пациентов по разделу высокотехнологичной медицинской помощи, потому что для федеральных центров это является одним из основных источников финансирования, по которому мы и платим зарплату своим сотрудникам, и закупаем лекарства, расходные материалы. Но тем не менее, значит, в этой связи, конечно, хотелось бы все-таки какой-то открытости при процессе распределения федеральных квот среди федеральных, областных, так сказать, частных государственных и частных медицинских учреждений. Совершенно случайно в начале года я на портале ВДМЕКУМа нашел список частных медицинских учреждений, которые получили федеральные квоты. И пробежавшись по этому списку, я насчитал порядка, боюсь соврать, то ли 50, то ли 70 медицинских организаций, которым были выделены квоты наказания БМП по разделу онкология. Ну, сами вы понимаете, какое количество частных медицинских учреждений в нашей стране, там 50 или 70, которые оказывают, так сказать, конкурентоспособную медицинскую помощь онкологическую, я, например, такого количества частных учреждений не знаю. Какое-то время назад все-таки в распределении квот принимали участие и главные онкологи. Сейчас создана система национальных медицинских и исследовательских центров. Поэтому я думаю, что, безусловно, к распределению этих квот необходимо привлекать главных специалистов. Кроме того, когда мы работаем над выполнением госзаданий, в частности по выполнению квот ВМП, мы не знаем, по какому графику мы идем. Мы вынуждены впихиваться вот в это так называемое прокрустово ложе, так сказать, не выходить за какие-то рамки, не довыполнить, не перевыполнить. Если мы переуполняем полугодовые какие-то показатели и подаем заявки на дополнительные квоты, то чаще всего эти заявки оказываются без ответа. Между тем, если была бы информация открыта, мы могли бы посмотреть, как работают наши коллеги. Какие-то медицинские организации, может быть, недовыполняют эти квоты. И мы могли бы рассчитывать на как раз вот эти вот недовыполненные квоты в других медицинских организациях. Тем более сейчас в условиях ковида, вы знаете, что многие федеральные центры были закрыты, и многие онкологические пациенты не могли поступать в федеральные центры. Поэтому, я думаю, в этом году этот вопрос будет опять стоять достаточно остро. Но, как бы, так сказать, действительно, вот это вот коллегиальное решение с привлечением крупных и экспертных организаций надо все-таки ставить эти вопросы перед Министерством здравоохранения Российской Федерации. Следующий слайд – это проблема, с которой сталкиваются часто, опять же, именно федеральные центры, поскольку именно в федеральные центры чаще всего обращаются пациенты тяжелые, пациенты, которым чаще всего на всех нижележащих уровнях в госпитализации, в оказании специализированной помощи отказывают. Это больные с тяжелой конкурирующей патологией, больные с первичными множественными заболеваниями, больные, перенесшие неоднократно тяжелые операции и находящиеся в фазе рецидивирования. И, тем не менее, норматив финансовых затрат этих нюансов не учитывает. Хотя мы все прекрасно понимаем, мы хирурги, онкологи, что, так сказать, в один тариф, например, впихнуть, так сказать, мукозоктомию при поверхностных формах рака желудка и какую-нибудь там расширенную гемогипатоктомию или расширенную панкреатодоагональную резекцию у пациента в 85 лет с множественным сосудистым поражением сосудов сердца невозможно сравнить. Тем не менее, тарифы одинаковые. Для того, чтобы соперировать или пролечить вот такого тяжелого пациента, мы должны, так сказать, считать, выступать в качестве каких-то экономистов и смотреть, где на каких пациентов мы вынуждены сэкономить. Либо, что тоже достаточно часто бывает, таким пациентам просто отказывать, потому что они не укладываются в себестоимость. Все мы знаем, что тяжелые большие операции чаще всего все-таки идут в осложненном варианте. Эти больные зависают в наших отделениях реанимации. И один такой тяжелый пациент может финансово, как бы так сказать, выбить бюджетирование месячное крупного медицинского учреждения. То, что касается больных с синхронными первичными ношными образованиями, все мы прекрасно понимаем, что сейчас современные тенденции двигают нами для того, чтобы мы за одну госпитализацию, за один наркоз сделали максимальное количество вмешательств на пациенту без ухудшения качества его жизни. Но в качестве примера лапароскопической резекции почки и одновременное торокоскопическое удаление лобоктомии или атипичная резекция по поводу синхронного метастаза в легкие. Современная нынешняя ситуация не позволяет нам в одну госпитализацию пролечить этих пациентов. Либо мы должны по нормативу финансовых затрат одной квоты выполнять две операции, опять же, в ущерб себе, либо идти на какие-то, так сказать, вот такие погрешности нашей медицинской совести, делать одну операцию, выписывать пациента, потом опять готовить его, потом опять его обследовать, проверять его на ковид, повторно госпитализировать, чтобы сделать вторую операцию и тем самым, как бы, так сказать, выбрать две квоты вместо одной. Я думаю, что эта ситуация требует, безусловно, какого-то серьезного переосмысления и переоформления. Все-таки основной принцип, по которому должна строиться работа крупных федеральных центров, это законченный случай. И оплачиваться должен законченный случай. Если в рамках наших клинических рекомендаций, в рамках наших, так сказать, госпитализаций мы все делаем правильно, и больной задержался в отделении реанимации, все равно, так сказать, эти лишние кое-какие должны быть оплачены. Если мы выполнили какие-то синхронные операции или дополнительно в процессе госпитализации провели какие-то дорогостоящие диагностические мероприятия, это тоже должно быть оплачено. Оплата должна осуществляться по законченному случаю. Правильно лечат медицинские учреждения или неправильно, это задача института экспертов, которые должны быть в первую очередь привязаны быть либо к профильным ассоциациям, в нашей ситуации это Ассоциация онкологов России, либо к системе Росздравнадзора. Это какие-то региональные сертифицированные эксперты. Следующая проблема. Очень хорошо, что здесь выступили с сообщением представителей фонда обязательного медицинского страхования, но я не знаю, может быть, в Санкт-Петербурге таких проблем нет, но в Москве таких проблем масса, особенно при работе на уровне федеральных медицинских центров. Но в качестве примера, тариф Москва не работает по КСГ, Москва работает по медико-экономическим стандартам, причем есть базовые тарифы и отдельно тарифы на погашение таргетной терапии, иммунотерапии, причем не все эти тарифы полностью соответствуют рыночным ценам таргетных препаратов и иммунопрепаратов. В качестве примера, медико-экономический стандарт на химиотерапевтическое лечение рака эндометрия, больных раком эндометрия, 21 800 рублей. Сюда включается все. И закупка, приобретение медикаментов противопухолевых, и зарплата, и все накладные расходы. Ну вот максимальная, так сказать, стоимость лечения при опухоли головы шеи, ну где-то 41 000 рублей. Понятное дело, что, как бы, так сказать, очень мощные отделения химиотерапии в крупных федеральных центрах не могут позволить себе госпитализировать пациентов по таким тарифам, это работать себе в ущерб, себе в убыток. Когда мы говорим о покрытии со стороны Фонда обязательного медицинского страхования тарифов на таргетные препараты и иммунопрепараты, то чаще всего в самостоятельном монорежиме таргетные препараты и иммунопрепараты не применяются, не используются. Они идут в комбинации со схемами лекарственной терапии. И тогда нам приходится залезать в базовый тариф, который, как бы, предполагается, что он, 30 000 рублей, должен быть использован на зарплату. То есть мы эти деньги забираем из зарплаты наших сотрудников. Либо нужно срочно пересматривать действующие тарифы. И, понятное дело, что, как бы, так сказать, федеральные центры вынуждены покупать дешевые препараты, дженерические препараты, которые не всегда, как бы, так сказать, аналогичны по своему эффективности зарубежным аналогам. Либо опять переходить на какие-то ситуации, законченных случаев, оплаты законченных случаев. Следующая проблема, с которой мы очень часто сталкиваемся, это так называемое какое-то прикрепленное рабство. Каждый пациент прикреплен к своей поликлинике. Для того, чтобы обратиться в федеральный центр и получить бесплатную консультацию, бесплатное обследование, пациенту нужно получить талон формы 057У в своей поликлинике по месту жительства. В Москве получить онкологическому пациенту такое направление практически невозможно, поскольку, как бы, так сказать, существует такое достаточно, ну, неформальное, неофициальное распределение полномочий по городскому здравоохранению и федеральным центрам. Политика города, что вся специализированная помощь должна оказываться на базе специализированных городских учреждений, поэтому направления нашим онкологическим пациентам не выдаются. В этой связи, так сказать, мы вынуждены первую консультацию проводить по оплате, как факт такого обращения, так сказать, самостоятельного, без оплаты, что является, конечно, грубым нарушением конституционных прав наших пациентов. Дальше, когда мы сами выписываем этим пациентам направление на тяжелые виды обследования, будь то КТ, МРТ, ПЭК, КТ, мы каждый раз трясемся и волнуемся. А вообще, как бы, так сказать, вот то, что мы делаем, то, что мы провели обследование, нам фонд оплатит нас, так сказать, или не оплатит, снимут с нас какие-то, так сказать, деньги или не снимут, а штрафуют или не штрафуют. То есть вот нахождение в состоянии такого какого-то живого страха от постоянного взаимодействия с экспертами фонда, оно тоже, мне кажется, очень негативно воздействует на наших врачей, ну и передается, так сказать, на наших пациентов. Выходом, мне кажется, является прямой передачи одноканального финансирования на уровень Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Чтобы деньги шли напрямую по каждому законченному случаю, по себестоимости, по тем, так сказать, тарифам, которые рассчитаны официально в каждой медицинской организации, либо там с учетом каких-то коэффициентов. Проблема межтерриториальных взаиморасчетов. Вот на протяжении уже полугода Московский фонд обязательного медицинского страхования, наверное, три или четыре раза рассылал письма, что финансирование в рамках межтерриториальных взаиморасчетов прекращается. Каждый раз мы лечим своих пациентов и не знаем, чем закончится наше лечение. Мы формируем счета, не знаем, оплатят эти счета или не оплатят. Задержки по межтерриториальным взаиморасчетам составляют 3, 4, 5, 6 месяцев. Я думаю, что как раз прямое финансирование от федерального фонда позволит решить этот вопрос. Пролечили, отчитались, экспертно показали, вопросов нет, замечаний нет. Все, деньги мы свои должны получить. И последнее, как бы так сказать, все крупные федеральные медицинские центры должны, с моей точки зрения, работать по принципу производства полного замкнутого цикла. И, в частности, если мы уже тут говорили о скрининге, о ранней диагностике, это все возможно реализовывать на базе крупных медицинских федеральных центров. И в том числе, как бы так сказать, обеспечить пациенту достойный уход из жизни. Не только положить его на палиативную коечку, чтобы он благополучно скончался в отделении палиативной помощи федерального центра, но просто подобрать ему адекватное обезболивание, адекватный режим палиативной помощи, чтобы он уже продолжал это лечение у себя по месту жительства. Поэтому, на мой взгляд, в крупных федеральных центрах должны открываться отделения палиативной медицинской помощи. Но здесь новая череда проблем и вопросов. Палиативная помощь в Москве выведена из финансирования через фонд обязательного медицинского страхования. Финансироваться она только из бюджета города. Соответственно, если мы в каком-то федеральном центре открываем отделение палиативной помощи, мы можем эту помощь палиативную оказывать только из внебюджетных средств самого пациента. Потому что никогда город своим бюджетом с федеральным центром не поделится. Вот в этой связи тоже, так сказать, я предлагаю какие-то нормативные, законодательные пути, ну, такого, так сказать, решения данной проблемы. Ну, вот, наверное, наиболее, конечно, проблем гораздо больше. Мы готовили этот доклад, когда еще была так называемая доковидная эра. Сейчас в условиях пандемии, эпидемии, наверное, проблем стало больше. Но вот за те 15 минут я постарался осветить только эти. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Спасибо.